Почти 2 миллиона рублей выплатили предприятия-должники своим работникам. Это данные за первую половину 2019 года. Цифры озвучили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. С января 2020 семьи с детьми, чьи доходы меньше, чем прожиточный минимум, помноженный на два, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты. Сейчас это право есть у семьи, чьи доход не превышают полутора прожиточных минимумов. Вдобавок, увеличенное детское пособие будут выплачивать до трехлетнего возраста. Расчетные, если взять, прожиточный минимум у нас на 2020 год предусматривается в размере где-то 9500-10 тысяч рублей. Это расчетные цифры. Вот эту сумму ежемесячно будут получать. Вы знаете, что эти семьи получали на уровне 50 рублей и 150 рублей. Сегодня такие выплаты получают более 3,5 тысяч семей. По прогнозам, в 2020 году их станет в два раза больше. Еще одна важная тема – погашение задолженности по зарплате. По последним данным Гострудинспекции, с начала этого года задолженность уменьшилась почти на 2 миллиона рублей. 88 миллионов рублей – это задолженность по зарплате на предприятиях банкротства. На 12 экономически активных предприятиях – это 87 миллионов рублей на сегодня, составляет 256 работников. Это такие предприятия, как «Экострой», «Завод ЖБИ», «Цивильстрой», «Старкофирма», «Общество глухих», «Компания «Союз», «Фирма Эртель» и другие. По-прежнему в числе крупных должников остается «Чуваш Автотранс». Бывшим работникам не выплатили более 38 миллионов рублей. Эту сумму планируют погасить за счет продажи имущества предприятия. В общем, по «Чуваши» к концу года погасят более 80% от общего долга, прогнозирует Минтруд.